Большую экскурсионную программу, подготовленную для московского гостя, предваряла презентация, где можно было увидеть динамики, все этапы развития Солилецкого курорта. Затем разговор продолжился уже непосредственно на местности. Дмитрий Амундс признал, что в проекте все выглядело несколько иначе. Своими глазами он увидел гораздо больше и даже попробовал воду на вкус. Мы провели анализ объектов туристического посещения за более 100 тысяч посещений в год. И пока Солилецк, почему я к вам сюда приехал, потому что я не мог поверить, что миллион 400 посещений. И вот когда смотрел кино, картинки смотрел, тоже тяжело верилось, что можно такое создать. Поскольку львиная доля отдыхающих, порядка 85% приезжает на Соленые озера за здоровьем, этой составляющей на встрече было уделено особое внимание. Нужна медицинская инфраструктура. Я вот как врач понимаю, что здесь вот таких вот, допустим, санаториев, как строится лескурорт на 850 мест, должно быть 5 или 6. И вот во втором проекте, который позиционируется с Армадской обители, конечно, в этом проекте должно быть 5-6 санаториев с естественной минеральной базой. Нужна диагностика. То есть нужен скрининг, диагностик. Как раз всем просмотрели, у тебя то-то-то-то, тебе в это озеро, тебе в это, тебе в это, а тебе уже на первое. А тебе пора дать. А в этом чистом поле на территории в 300 с лишним гектар, окруженный сосновым бором, вырастет новый оздоровительный комплекс с рабочим названием «Сармадская обитель». Инвестиции в проект без малого 2 миллиарда рублей. Здесь в центре диагностический центр, 5 санаториев, спортивная база, места для проживания, кемпинги, парковки и все остальное. Посетила делегация и ныне действующую областную Солилетскую больницу восстановительного лечения, которую также ждет серьезная реконструкция. Ольга Курганская, Игорь Бероев, Новости дня.